Всем привет, с вами Ксеша, рада вас видеть на моем канале, здесь я рассказываю про красоту, в основном около макияжную, показываю как носить макияж, делаю обзоры на новинки косметики, рассказываю как ухаживать за кожей лица и тела и рассказываю как ухаживать за волосами. И если тебе все это интересно, не забудь подписаться на мой канал. Ну а сегодня у нас будет и обзор, и сравнение, и макияж, так как ко мне приехала крутая новинка от бренда Tami Tanuka. Это палетка Девноглазый блудный кот после ребрендинга, раньше у них было совершенно другое оформление, и вот у нас уже был ребрендинг, и уже была одна палетка с совой. Сейчас они запустили Девноглазого блудного кота, неудивительно, он супер нюдовый, супер универсальный, и конечно сейчас очень красивое дорогое оформление, но сравнивать мы будем его с самым первым запуском Девноглазого блудного кота, поэтому мы посмотрим, насколько изменилась формула. Помимо того, что я сделаю свочи, я также нанесу эти тени себе на глаза, и потихоньку мы будем разбираться, сравнивать с другими палетрами, что же у нас нового, помимо оформления в данной палетке, и стоит ли она своих денег. Начнем, наверное, с оформления, потому что ребрендинг очень красивый, дорогой, люксовый, богатый. Каждая деталь в палитре продумана. Во-первых, у нас здесь есть вот такой вот рукав, в котором находится коробка, в которой будет находиться палитра. Все это продумано до мелочей, есть ленточка, чтобы достать коробку с палитрой. Я уже немножко все разобрала для того, чтобы вам показывать, но суть понятна. Давайте посмотрим на рукав. Мне кажется, он стоит отдельных просто аплодисментов. Мы же все понимаем, что это отдельно продуманный принт, сделанный специально под палитру. У совы он был совершенно другой. Теперь переходим дальше внутрь коробочек. Красивая черная матовая упаковка с золотым принтом Sigil Inspired Tammet Anuka. Здесь не просто золотой принт, а он текстурированный, он ощущается прям пальчиками. Тоже это все, это все стоит денежку, между прочим. Дальше у нас идет, так как внутри коробки вот здесь нету ничего амортизирующего тени, чтобы они не разбились в упаковке. Здесь вот такая вот пенистая у нас есть штучка, которая как раз делает тени в коробке максимально уплотненными, чтобы они не бились. Карточка палитры. Для тех, кто не знает, у Tammet Anuka всегда есть история с каждой палитрой. И эти палитры на 6 оттенков превращаются из яиц. Потихоньку в них развивается существо. Вот здесь развивался наш котик. И показаны стадии его развития. В общем, тоже приятный, милый такой элемент, который всегда подкупает в данном бренде. Тряпочка, которая удобно будет протирать вот эту нашу палитру. Это было и в запуске с совой. И внутри вот сама палитра. Тоже здесь у нас все идеально под размер палетки. Здесь тоже пенистая часть, а вот здесь уже бархатистая. Их можно хранить вот так вот. Если у вас небольшая коллекция, именно в этих коробочках выглядит все очень стильно и дорого. Палитра пластмассовая. Тоже черное, уже глянцевое оформление. Золотой принт. Окантовка золотистая. Но мне очень интересно, как они будут поступать с палитрами, которые были с серебряным принтом. Потому что часть палитру бренда вот с точно таким же золотистым принтом. А есть с серебристым. Будет ли меняться вот это вот оформление. Значит палетка, сзади у нас есть оттенки, вся необходимая информация. Закрывание, открывание у нас магнитное, хорошее, тугое. Это мы уже проверяли на предыдущей палитре. И внутри есть вот такое вот зеркальце. Я всегда своих не снимаю защитную пленку, потому что мне это просто не нужно. И внутри у нас 6 оттенков теней. Здесь у меня размер средний. Но на данный момент в бренде этот средний размер является самым большим. Поэтому я просто называю эти палетки большими. И есть вариант маленький. На примере совы показываю, как выглядит большая палитра, как выглядит маленькая. Разница очевидна. Маленький, суперкомпактный, удобно брать с собой. И оформление у них точно такое же. Маленький формат, который называется микро, стоит 2500. А вот большой формат стоит 3500. И мне кажется, это совершенно адекватно за количество продукта, за оформление. А, кстати, не проговорила. Рефилы здесь достаются. Здесь магнитная упаковка. Если что, аккуратненько поддеваем рефил. И можно что-то поменять из других палеток. Добавить, изменить. Собрать свою идеальную палитру, например, в дорогу. Как я сказала, в линейке Sigil X 6 оттенков теней. Здесь у нас 2 матовых и 4 сияющих. В зависимости от рестока в тенях менялась немножко формула. Бренд слушает своих покупателей и делает какие-либо изменения именно по запросу. Мне кажется, максимально контактирующий со своими покупателями бренд это та метанука. Здесь у нас изменившиеся формулы. Я знаю, что предыдущие рестоки тоже были с измененными формулами. И у меня самая первая, ну, можно сказать, самая недоработанная по сравнению с последней. Давайте пройдемся по оттенкам. После этого мы нанесем макияж и будем сравнивать уже с вочи этих двух палеток. И дальше сравнивать с другими оттенками из бренда. Первый цвет 0,46. Второй 0,25. И третий 0,47. Сорок шестой. Это оттенок, играющий с волнами. Он имеет голубую базу. Зеленовато-голубоватый отлив с небольшим таким теплым вкраплением, которое видно под определенным углом. Очень красивый цвет. Супер искрящийся. Мне безумно нравится. Двадцать пятый. Называется очей услада. Розовый оттенок. Он, мне кажется, сейчас с моим тоном кожи немножко плохо виден. У него достаточно теплая база и блестки более крупных размеров, нежели в нашем первом оттенке. И у 0,47 нету профиля, значит его нету в рассыпушках. Это нежный розово-персиковатый оттенок. У него есть прикольное свойство. Набирая его сухим способом, он такой вот прям светлый. А если его наносить на какую-то липкую базу, он становится потемнее и понасыщенней. Дальше у нас 0,23 оттенок, 0,48 и 0,49. Нижний ряд это идеальное нюдовое сочетание. 0,23 это профиль оттенка Добрая Женушка. Он не имеет в себе ярко выраженных сияющих частиц, но при этом, посмотрите, такой эффект металлик дает. И у него такая коричневая база, немножко золотистым, но мне видится в нем еще какой-то розовый оттенок. Я специально подношу поближе к губам. Давайте, хоп. Все-таки губы у меня коричнево-розовые и он достаточно близок к моему макияжу губу. 0,48 это оттенок Пацифистка. Да, такой хороший средний коричневый оттенок, достаточно теплый. И 49 профиль Валькирия. Это золотистый цвет. У него уже блестки более заметные, персиковато-желтоватый отлив. Очень-очень красивый. Вообще все это сочетание супер нежнятина. Опять же, повторюсь, неудивительно, почему именно эту палитру бренд решил перевыпускать. И вот я сейчас смотрю на противосвет. Голубой перекликается с розом, потому что под определенным уголком у них оттенки, блик, выглядит одинаковым. В общем, идеальная, гениальная палетка, продуманная до мелочей. Давайте нанесем ее на глаза. На моей правой стороне лица будет новая палитра, на левой стороне лица будет старая палитра. Кисточки не буду менять. Начинаем с персиковатого розово-персиковатого матового оттенка. У меня нет никаких бас, ничего на глазах. И его мы будем использовать просто для растушевки. Вот единственная проблема, если вы еще сильнее загораете, нежели я, то, скорее всего, у вас этот оттенок будет сливаться. А если вы еще темнее, то он не то что будет сливаться с тоном кожи, он будет выглядеть как подсвечивающий цвет. То же самое, повторяю, на другой стороне со старым котом. Старый кот больше осыпается. Формула матовых и там, и там классная. Новые меньше осыпаются. За это вам спасибо. Но вот что мне нравится с матовыми оттеноками. Они сами себя растушевывают. Они очень красиво блюрят кожу. И я, например, готова мириться с какими-то осыпушками, особенно при наборе, а не на лицо, если мне матовый будет блюрить кожу, особенно на глазах. Такое просто нечасто встретишь. Теперь берем наш матовый коричневый и им будем углублять. Во-первых, на внешних уголках. Для большей насыщенности мы притаптываем цвет. Для меньшей насыщенности мы вуально слегка подрастушевываем. Я хочу что-то среднее, не максимум пигмента, но при этом так, чтобы он был заметен. Внешние уголки, чуть-чуть складку подвижного века и подвытягиваем чуть-чуть к вискам. Идем чисто по анатомии. Немножко можно приподнять оттенок чуть выше складки подвижного века, чтобы глаз визуально приподнять и раскрыть. Ну и здесь у меня был настолько нежный матовый оттенок, что он немножко раскололся. Как только дотрагиваюсь кисточкой, он начинает сыпаться, поэтому огромный плюс за меньшее осыпание. Это максимально, по сравнению с первой версией, ощущается в новой палитре. Знаю, что эту проблему пофиксили и до этого в предыдущих перезапусках. Но вот моя в таком случае самая неудачная из всех. По насыщенности, по пигментированности оттенки одинаковые. Цвет тоже, мне кажется, тональность не изменена, подтон не изменен. И я хочу, наверное, использовать голубой оттенок по центру века. Это был запрос у меня в телеграм-канале, когда я сказала, что буду снимать обзор на эту палитру. Так что подписывайтесь, обязательно пишите комментарии. Там со мной связь более быстрая и эффективная. Но сначала я беру оттенок, я не могу запомнить название, номера оттенков 0.23. Простите меня, фанаты Таймми. 0.23 я наношу на внешний уголок, слегка. Просто, чтобы добавить чуть-чуть к затемнению вот этой сатиновости. То же самое, с другой стороны набираю соответствующей рукой. В общем, это будет неудобно перекручивать, правильно пальц поставить. Если вы делаете макияжик пальцами, на тот глаз, который мы красим, используем руку соответствующую. Так удобнее. И мне кажется, уже сейчас видна разница по насыщенности оттенка. Это новый кот, это старый кот. Здесь он не такой металлический, не такой светоотражающий, в отличие от нового кота. 0.49 мы сейчас немножко простроим внутренние уголки. Да, я сказала про голубой и перехожу к другим оттенкам. Сейчас поймете, для чего я хочу, чтобы они пересекались, друг на друга накладывались и сделать голубой нашей основой. Вот золотишко во внутренних уголках, не заходя на нижнее веко. С кисточки буду немножко просто снимать на руку, чтобы она больше не отдавала пигменту, что я замучаюсь потом отмывать все кисти. И берем то же самое с другой стороны кисточки. Повторяем. Ну вот опять же, у меня такое ощущение складывается, что новые оттенки более зеркальные и более насыщенные. По пигментированности при этом различий нет. Как будто бы вот в нем они сказали, давайте еще больше блеска сделаем. Мы не против. И вот теперь, наконец-то, берем наш голубой цвет. Его лучше использовать с базой, с подложкой. Подснимаю излишки с пальца и аккуратно растушевываю ко внутренним и внешним уголкам. Смотрите, он в растушевке начинает менять свой оттенок. И за счет этого он мне очень нравится, так как вы можете его сделать супер насыщенным. У нас будет более голубой цвет, подрастушевать будет более такой зеленоватый. Берем кисточку и аккуратно поднимаем оттенок наверх. Делаем плавный переход. Кисть нам нужна только для соединения оттенков. Повторяем с другой стороны. Вот здесь у меня запачканная сторона кисточки. Буду не запачканной донабирать и дорастушевывать. Кстати, мне кажется, из новой коллекции Элиан у них есть кремовые тени, салатовые и сиреневые. Вот, они будут очень красиво смотреться, как подложка для данной палитры. Но опять же, насыщенность пигмента здесь менее насыщенный, здесь более насыщенный, более зеркальный. И последний оттенок у нас остался, нежно-розовый цвет. Им мы сейчас, во-первых, вот здесь немножко подчеркнем над складкой подвижного века от внутренних уголков. Так вот, добавим чуть-чуть сияния. Дальше мы его нанесем во внутренние уголки на нижнем веке. Как акцент еще добавим сверху бирюзы. Вот на эту зону, где бирюза соединяется с нашим бронзоватым цветом. Повторяем все то же самое на другой стороне. У старого кота розовый оттенок более рыхлый. И такое ощущение, что он чуть темнее. Если новый кот это именно россыпь сияшечек, а-ля как спаркл, то старый ближе к теням, именно по финишу и сиянию. Действительно, в новой палитре разница матовых и только осыпание и отсутствие такого большого осыпания. Что касается сатинов, не меняется ни тон, ни блик, но новая, более сияющая, старая, менее сияющая версия. И здесь как будто бы я вот только вышла из дома накрашенная куда-нибудь потанцевать. А здесь я уже несколько часов оттанцевала. И у меня оттенок уже чуть-чуть ушел куда-то погулять вместе с моими силами. Но красиво, новая палитра, лайк. Давайте быстренько просвочим на руке. Я еще снимала отдельный подсъем со сравнением оттенков, но хочу вам показать все цвета в деле. Значит, сначала я набираю оттенок из новой палитры. Здесь тоже у нас будет оттенок из новой палитры. И вот на этот пальчик я набираю старую палитру. И вот сюда я тоже набираю старую палитру. Кстати, когда я начинала делать свочи, у меня было такое ощущение, что в старой палитре коричневый оттенок более холодный и имеет более желтый потон. На глазах этой разницы вообще не заметила. Начинаем. Новая. Старая. Старый оттенок чуть больше окисляется на коже. Он набирается в большем количестве. Это может быть, кстати, и в этом проблема. И он чуть более разбеленный визуально по сравнению с новым. Но это такая минимальная разница, которая вот, ну, прям, если очень сильно придираться, можно сказать, что, да, есть какая-то разница. Но это прям настолько незаметно на глазах, в отличие от разницы с сияющими оттенками. Дальше у нас снова новая палитра. И старая, старая опять больше осыпается. И видите, из-за того, что в целом больше набралось, у нас по бокам оттенок соответствует вот этому новому. А по центру вот это большое количество пигмента, оно создает немножко выбеливающий эффект. И давайте посмотрим на подсъеме. Здесь у меня сверху старая палитра, снизу новая. Теперь сияшечки опять набираю на указательный новую и на безымянный. Соответственно, на средний старая палитра и на мизинец старая палитра. Разница на пальчиках. И давайте свочить на внутренней части руки. Потому что здесь, конечно, всегда лучше раскрываются сияющие оттенки. Новая, старая. Он даже при наборе ощущается более плотно спрессованным, нежели в последнем запуске. Так, возвращаемся к нашим новым палеткам. И старая. Их прям максимально рядом. Стараюсь нанести. И вот они на ладошки. Как я сказала, по блику, по оттенку разницы нет. Цвет один в один. У нового оттенка более выраженные, мелкие, заметные глазу сияющие частички. Последние два сияющих оттенка. Указательный новая палетка, безымянный новая палетка. Средний старая палетка. Мизинец старая палетка. Оп. На пальчиках разница. Тут видно и как растягивается цвет. Вот знаете, сейчас посвочу, смотрю, как будто бы старый запуск был чуть более прохладно-розовый по сравнению с новым. Видите разницу? И вот здесь у меня уже не хватает немножко места. Новая. Старая. И опять же, в старом у нас здесь такой более сатиновый вариант. Более гладкий, менее яркий. В целом, такое ощущение, что новые оттенки стали побогаче, поискристей, в отличие от самого первого запуска. Но что мне нравится в палетках, что это не кардинально другая палетка. Не были заменены цвета на какие-то совершенно другие. Это все та же палетка, которую даже при нанесении на глаза, в целом, ну вот если не знать, не настолько сильно ты поймешь, что есть два разных продукта на глазах. Старый и новый запуск. Это чуть больше сияющий, это чуть меньше сияющий. Плюс лайк. Давайте переходить к сравнениям с другими палитрами. Ааа, так не хочется все это стирать. Но потом я иначе буду вся изглазанная. Кстати, новый код это единственная палетка, на которую меня не просили сделать сравнение с другими оттенками. Обычно в комментариях есть, а вы будете сравнивать. Похоже на такие-то палетки, на такие-то оттенки. Именно внутри бренда Тами Танука. Просили в основном сделать именно сравнение старой и новой версии. Но мы начнем сравнивать. Во-первых, у нас здесь вот этот вот красивый голубой оттенок. И самое ближайшее, что есть у бренда, это оттенок из берега олеандров. И вот у нас берег олеандров. Похоже? Похоже. Значит, свочим и сравниваем. Набираю сначала кота, потом берег. У кота больше бликов. Он имеет в себе выраженную голубую базу, но все-таки зеленый блик. А олеандр, он у нас попроще. У него нету отличающегося блика. Поэтому выглядеть на глазах они будут совершенно по-разному. Ну и, соответственно, в рыбке как раз был этот 0,59 оттенок. Да, то же самое, что в береге олеандров. В палитре принц лебедь у нас тоже есть такой, но он более салатовый оттенок. 180 цвет. Давайте его тоже просвочим на всякий случай. И он у нас все-таки более разбеленный и менее голубой, и менее зеленый. Такой супер нежный, красивый сатин. Дальше я хочу посмотреть на эту палитру рядом с аллюром. И аллюр у нас более теплый, более припыленный, нежели кот. Я даже не знаю, что сравнивать, потому что, ну, на мой взгляд, они совершенно разные. Максимум, что мы можем сравнить. Это вот два матовых, вот этот оттенок и вот этот оттенок из палеток. Все остальное совершенно разное. Давайте так и сделаем. На пальчиках прям видно, да, насколько более холодный и более насыщенный оттенок из аллюра. Матовые давайте будем здесь свочить. Теперь посмотрим на палитру рядом с дивным голосом скромной птахи. Они могут казаться похожими, но птаха более припыленная, более холодная. Могу сравнить вот эти вот розовые два оттенка матовых. Может быть, розовые сияющие. И вот опять же наш этот матовый. Давайте возьмем наш матовый из дивного голоса. И его мы нанесем опять же вот к этим тонам. Хоп! Еще насколько холоднее он, нежели был оттенок валюри. Розоватый оттенок из кота. И набираю тот же оттенок из... Не тот же. Нежный розовый из птахи. Давайте сделаем небольшой отступ, чтобы можно было потом добавлять еще цвета. Это кот, это птаха. Холодный розовый, теплый, персиковый розовый. Как всегда в сравнении оттенки раскрываются. Их видно лучше, нежели просто одним свочем на руке. Ну и последний наш нежно-розовый сатиновый сияющий оттенок. И нечто похожее из птахи. Свочить буду под голубым, потому что голубых у нас больше не будет. Кот. Птаха вот прям истинный сатин. Немножко даже перламутровый. И значительно более прохладный. Теперь посмотрим с кораблем у Windrose. Разные оттенки. Не только я это вижу. 0,52 из корабля. Кто знает бренд, тот знает, что это за оттенок. Что он дуахромистый, очень интересный и необычный. А для людей, не знакомых с брендом, будет казаться, что они в упаковке и на фотографии похожи. С оттенком 0,23. Совершенно два разных цвета. Просвочу. Сначала у меня будет оттенок из кота. После у нас оттенок из корабля. Снова вернемся к принцу. И здесь вот у нас я вижу смысл сравнить матовые оттенки. Два. Больше ничего сравнивать с принцем мы не будем. Напоминаю, палитра называется принц-лебедь. Набираю наш матовый коричневый оттенок. Светло-коричневый оттенок, прошу заметить. И наношу его дальше к нашей подпорке. Посмотрите, насколько он еще более серым выглядит. Обожаю, как там и танок вообще делают свою припыленность и регулируют теплоту оттенков от палитра к палитре. Вот так вот прикладываешь, может показать, что они похожи. Делаешь свотч и понимаешь, что это совершенно разные цвета. Конечно же посмотрим с мини-львом. Я очень надеюсь, что ее в скором времени перепустят, потому что у меня уже прям вот углубление в этом оттенке. Я его обожаю. С мини-львом что мы можем сравнивать? Два розовых оттенка. Прям ставлю друг под другом. И давайте вот эти вот тоже два оттенка сравним. 0,22 из льва сравниваем с розовым оттенком. Давайте его же сравним тоже с 0,23. Вот здесь вот нанесу. Он более светлый и в упаковке выглядит так, как будто бы 0,20 близок к 0,23. Но здесь значительно более прохладный цвет. Они все разные. В томной ореховой жабе у нас есть нежно-розовый оттенок, сатиновый. Их мы и будем сравнивать. Все остальное в этих палитрах не совпадает. Продолжаем нашу подборку разных тонов. Супер светлый, такой супер невестинский. Безумно красивый, кстати, цвет. Но они разные. И так как я маньяк, и каждый раз перед съемками этих видео я открываю каждую палетку, каждую прикладываю. Потому что если бы я этого не делала, я бы даже не подумала, что есть что-то сравнивать с черной перчаткой. Но вот у нас тоже есть сиятор вот такой вот. И даже можно... Ну, хотя это тоже видно, что они разные. Ну, все равно, давайте сравним вот эти первые два оттенка. 109 и 110. Соответственно, 109 у нас пойдет свочится вот сюда. Он больше уходит в какой-то шампань. И 110, сразу говорю, он будет мов. Прохладная слива. Вот так вот бы даже я его назвала. Ура! Последнее сравнение с палитрой Коронация. Вот здесь вот у нас есть два розовых оттенка. Один из них это серия Экстра. У него есть блик. С ним сравнивать не будем. Зато будем сравнивать с оттенком 0,87. И давайте вот эти вот, что ли, два тоже будем сравнивать с нашим 0,23 оттенком. Начнем с 0,87. Это истинный нежно-розовый цвет. Напоминаю, да, вот наш сиятор из кота. 0,84, 0,85. Места у меня, конечно, не так много на руке осталось. Ну вот пусть будет 0,84 здесь. Он красный и насыщенный, красно-фиолетовый. Вот 0,85, вот 0,23. Моя любимая рубрика под съем. Кстати, я впервые снимаю на новый телефон под съем, потом посмотрим и скажем, что мы думаем. Здесь у нас голубые, здесь у нас розовые. Мне кажется, телефон сам немножко пытается чинить картинку. Здесь у нас сравнение с 23. И самая сложная сторона. Здесь у нас сравнение розовых, матовых. И здесь сравнение с 0,23. И только теперь, когда мы все просвочили, все сравнили друг с другом, старую формулу с другими оттенками, на глазах проверили эти тени, я могу со спокойной душой переходить к выводам. Дивноглазый блудный кот. Не просто так его бренд перезапускал и не один раз. Ристоков, мне кажется, кота было больше всего. Неудивительно, это супер универсальная палетка. И с ней можно сделать вот это вот что-то более яркое, но при этом конфетненькое. Не вырви глаз. Она идеальна на повседневный макияж. Да, у нас есть два матовых оттенка, не слишком темных. У нас есть сияшечки такие менее вызывающие, есть акцентный оттенок, который чаще всего добавляют во внутренний уголок, либо на нижнее веко. Либо его можно на все веко нанести. Эти оттенки красиво смотрятся на разных подложках. Они невероятно сияют, особенно в ребрендинге, в новой формуле, в перевыпуске. Мне кажется, что кот стал еще лучше, хотя и к самому первому запуску у меня особых претензий никогда не было. Поэтому я считаю, что это классный перезапуск. Если вы его уже успели купить, пишите в комментариях, что вы думаете. Но если вы не успели и хотите познакомиться с брендом Tami Tanuka, это одна из тех палеток, с которой можно начинать знакомство с брендом. Потому что с ней вы сможете, как я уже сказала, сделать и дневной вариант, и вечерний. И она подо все подходит. Ну а если у вас один из первых запусков, и эту палетку вы действительно любите, и хотите просто поднять косметическую макияжную игру на новый уровень, сделать макияж еще более яркими и сияющими, то тоже можно ее прикупить. Тем более оформление сейчас невероятно красивое и чуть более удобное, на мой личный взгляд, нежели предыдущее. Потому что, да, старые палетки удобнее было перевозить, но новые палетки это прям выход на новый уровень, это люксовость. Я то же самое говорила в сове. И не перестану это говорить, как минимум еще несколько запусков. Ну мне нравится, когда бренд прям подходит детально. Каждые мелочи в упаковке, в оформлении. Это заставляет меня, как покупателя, потребителя, больше уважать бренд, потому что таким образом он показывает свое отношение к нам. На этом, наверное, все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и до скорой встречи!